Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня продолжаем серию уроков по теме функции. Сегодня мы с вами рассмотрим построение графиков кусочно заданных функций. Пример первый. Построить график функции f от х равно х в квадрате на интервале от минус 3 до минус 2. И следующие 2х плюс 8 на интервале от минус 2 до нуля. Вот вы видите пример кусочно заданной функции. В чем заключается? Область определения в данной функции от минус 3 до нуля разбивается на две составляющие. То есть от минус 3 до минус 2 мы должны построить график функции у равно х в квадрате. Мы помним, что эта квадратичная функция графиком является парабола. И на интервале от минус 2 до нуля мы должны построить функцию у равно 2х плюс 8. Это линейная функция, графиком является прямая. Ну давайте приступим. Составим таблицу для параболы х и у. Если мы зададим минус 3, получается минус 3 в квадрате 9. И минус 2 у нас присутствует и первой составляющей, во второй называется граничные точки. Граничная точка минус 2, если возвести в квадрат, будет 4. Теперь для линейной функции достаточно тоже найти две точки. Это будет при минус 2, порешаем 2 умножить на минус 2, сложить с восьмеркой это будет 4. Теперь подставим 0 вместо х, порешаем 2 умножить на 0 плюс 8 будет 8. Теперь на графике, на координатной плоскости мы границы х равные минус 3 и х равные минус 2 определили, чтобы построить первой составляющей области определения параболу. Находим, при минус 3 должно быть 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Значит, внимательно тут отмечаем точку минус 3, 9 и находим точку при х равном минус 2 должно быть 4. 1, 2, 3, 4. Значит, здесь. И плавной линией мы строим кусочек параболы нашей. Так, построили. А теперь от минус 2 до нуля, значит, вот в этой области мы строим нашу прямую. Для этого точки при минус 2 равно 4, вот у нас определена. И при нуле должно быть 8. при х равном нулю, у 8. И теперь соединим прямая. Здесь получается кусочек прямой. у равно 2х плюс 8. Мы с вами построили первую кусочную заданную функцию. Теперь приступаем ко второй задаче. Пример 2. Постройте график функции у равно f от х равно х квадрате минус 1. если х меньше либо равно 0. И х минус 1, все это в квадрате, если х больше 0. Видим, что у нас координатная плоскость будет делиться на две части. Это когда меньше либо равно 0. Это левая полуплоскость. И х больше 0. Это правая полуплоскость. Мы посмотрим. Первая функция у равно х в квадрате минус 1. Замечаем, что это квадратичная функция. Графиком является парабола. И второе. х минус 1, все это в квадрате, равно у. Это тоже квадратичная функция. Значит, строим параболу. Давайте построим координатную плоскость. И увидим, что здесь нарисуем нашу таблицу для построения первой параболы. х, у. Значит, мы можем задать здесь х, которые левее 0. Ну, давайте начнем с минус 2. Минус 2 в квадрате. Это будет 4. От 4 отнимаем единичку. Будет 3. Зададим минус 1. Минус 1 в квадрате возведем. Будет единичка. Вычитаем единичку. Будет 0. Следующая точка. Посмотрим. 0. х в квадрате. Это значит, что 0 в квадрате будет 0. Вычитаем единичку. Будет минус 1. Давайте найдем наши точки на координатной плоскости. При минус 2 должно быть 3. При минус 1 0. Вот она. Я сверху запишу. Минус 1. И при 0 будет минус 1. И теперь плавной линией, чтобы было различить, я нарисую красным цветом кусочек нашей параболы. Теперь нам надо построить вторую параболу. Для этого самым простым способом, табличным, тоже построим данную параболу. Мы должны задать, когда х больше 0. Значит, задаем при единичке. Давайте начнем. При единичке, если мы поставим вместо х, будет 0. В квадрате 0. При двойке. От двойки отнимаем единичку, возводим в квадрат. Это будет 1. Далее. Ну и для точности возьмем точку 3. То есть х равное 3. Получается у нас 3 минус 1, это 2. В квадрате возведем. Будет 4. Давайте отметим на координатной плоскости наши точки. Получается при единице 0. При двойке 1. Вот она. При тройке будет 4. Раз, два, три, четыре. И при тройке. И теперь 0 здесь у нас открыто. Значит, мы вместо х здесь, если 0 бы поставили, получилось бы единичка. Поэтому здесь, если мы поставим 0, будет минус 1 в квадрате, и будет единица. Давайте я тут запишу. При 0 будет ровно единица. Но поскольку граница у меня здесь открыта, значит, тут должна быть выколотая точка. И соединяя плавной линией, мы получаем нашу параболу. Вот такой кусочный график построили при этой задаче. Ну, теперь рассмотрим еще и третий пример. Постройте график функции. f от х равно 2 минус 2х в квадрате. Если х задается от минус 2 до 2. х минус 1, если х больше единицы. И третья функция. Минус х минус 1, если х меньше минус 1. Рассмотрим следующий пример кусочно заданной функции. Построить график функции. f от х равно 2 минус 2х в квадрате. От минус 1 до 1. х минус 1, когда х больше единицы. И минус х минус 1, когда х меньше минус 1. Давайте распишем по отдельности. у равное 2 минус 2х в квадрате. Здесь мы видим квадратичную функцию. Графиком является парабола. Вторая функция. у равно х минус 1. Это линейная функция. Графиком является прямая. И третья наша функция. Минус х минус 1 равно у. Это линейная функция. Графиком является тоже прямая. Давайте мы построим здесь таблицу, чтобы определить точки нашей параболы. Ну и смотрим. Минус единица, ноль, единица. При минус единице в квадрат возводим, решаем, умножаем на двойку и вычитаем от двойки полученное наше выражение. Получается при минус единице ноль. Когда подставим место х ноль, мы получим у равно двум. Когда поставим место х единичку, получим ровно число ноль. Чтобы потом построить нашу прямую, давайте тоже определим нашу таблицу. Достаточно найти две точки. Значит, если у нас х равно единице, будет у ноль. Ну и берем, поскольку вторая функция задана от большей единицы правее единицы, давайте запишем при х равном 3. Чему равно? Это будет у равно 2. И для третьей функции построим нашу таблицу х, у и найдем координат двух точек. Если у нас третья функция была задана минус единицы меньше, то есть левее, значит, мы найдем при минус тройке и минус единичке. Порешаем. Минус до минус 3 дает тройку, вычитаю единичку, будет 2. Вместо х самоподставим минус 1 будет плюс 1, да вычитаю единичку, будет 0. Ну, теперь на координатной плоскости построим наши графики. От минус 1 до 1 определяем точки параболы. При минус единице будет 0. При нуле будет 2. И при единичке будет 1. Плавной линией соединяем 3 точки. Это получается кусочек параболы. Теперь левее минус 1 мы строим третью функцию. Это у нас прямая. При минус тройке будет 2. Внимательно поставили точку. При минус единице 0. Вот эта точка. Ну и проведем нашу прямую. И первая прямая, которая задана второй функцией, это при единице 0 точка и при тройке будет 2. Здесь 3 и при двойке, тройке 2. Теперь соединяем две эти точки. Мы получаем прямую. Значит, условия задачи мы полностью выполнили и построили график кусочно заданной функции. На этом урок закончен. Спасибо.